С кем-то из победителей, так что слово ему. Хорошо, спасибо, Андрей. А со мной Эдуард Ливандовский, нападающий московского «Спартака». Поздравляем вас и команду с победой. Ну, положа руку на сердце, скажите, перед игрой могли представить, что ни одной шайбы армейцы не забросят? Ну, мы последнюю на Кубок Мэра встречу играли. Там игра была тоже до одной шайбы, можно сказать. Поэтому мы исходили из этого. Что могло быть, конечно, и так тоже. Скажите, что говорил перед третьим периодом Андрей Сидоренко? Какая была остановка на игру, когда уже вели 1-0? Сдержать этот счет или продолжать играть в таком обоюдоостром ключе? Не, ну, задача не вывести из своей зоны, не протерять на чужой синей линии. Конечно, если есть возможные контратаки, то завершать броском поворота и идти на добивание. Несмотря на то, что победили сегодня в первой игре, конечно, это очень важно. На ваш взгляд, в чем еще команда может прибавлять? Ну, могли бы больше, как голов забить. Ну, это, конечно, тогда получилась бы игра открытия. Может быть, и получили бы, если бы старались больше забить. Поэтому, в принципе, сегодня было очень тяжело играть. И мы очень рады, что выиграли. И прибавлять надо из игры в игры до конца сезона, чтобы подойти в плов, в хорошую форму. Удивила вас игра Борисова сегодня? Да он, в принципе, и в предсезонке хорошо сыграл оба воротаря. И, конечно, воротарям легче, когда команда так играет, в такая тактика. То и воротари лучше. Но он, конечно, молодец. И выручил сегодня нас. И нам тоже, мы чувствуем, когда воротарь ловит. И для нас это тоже дает какую-то уверенность в себе. Ну что ж, еще раз поздравляем. Удачи вам и команде. Большое спасибо. Это был Эдуард Ливандовский, нападающий московского «Спартака». Спасибо Олегу Масалеву и Эдуарду Ливандовскому за эту любопытную беседу. Смотрим статистику матча всего. Но вот по броскам армейцы все-таки подтянулись в третьем периоде и смели «Спартаковцев» перебросать в итоге. Но это им не помогло. 35 против 30. В любом случае, ни одного из этих бросков, ни один из этих бросков Сергей Борисов не пропустил. Штрафного времени также у «Спартаковцев» было больше 8 штрафных минут. 4 удаления, соответственно, 4 большинства было у армейцев сегодня.